Уже более ста лет прошло с тех пор, как велосипеды вошли в обыденную жизнь человечества. Ежегодно в мире производится около ста миллионов велосипедов. Из них более 60% в Китае. И тем самым превышает производство автомобилей в два раза. А все потому, что это эффективный, экологически чистый и экономичный вид транспорта. Именно поэтому гродницы с энтузиазмом все чаще выбирают двухколесных коней. Но с появлением большого количества велосипедистов появилась необходимость в велодорожках. С нуля их начали строить в новых микрорайонах. Например, жители Ольшанки могут похвастаться велодорожками с замечательным асфальтом шириною 3 метра. Микрорайон Южный 2 и Южный 4 полностью окольцован у нас улицами. Значит, в настоящее время введено в эксплуатацию уже полтора километра велодорожек. Это велодорожки вдоль улицы Великая Ольшанка и в микрорайоне Южный 2 и Южный 4. До конца года также планируется построить дополнительные 1400 метров велодорожки вдоль улицы Короткевича. Это Южный 4 и Южный 5. Но вот у велосипедистов центральной части города не все так просто. И основное препятствие – узкие тротуары. Чуть дальше от центра дорожки для катания разметили белой полосой, а также появились определительные пиктограммы. Такая разметка уже существует на улицах Дубко, Кремко, Брикеля, проспектах Клецкого и Румлевском. Также в парке Жилибера. Но не все обладатели двухколесного транспорта приняли это нововведение с восторгом. Жалуются на недостаточную ширину дорожек, неспособность разминуться двум велосипедом и чрезмерную витиеватость. Например, по улице Горького. Разумеется, недочеты есть. И городские власти обещают найти решения, устраивающие и велосипедистов, и пешеходов. Например, равняться на Европу. Или даже на соседнюю Россию. В Москве велодорожка разделена, как обычный автомагистраль с двусторонним движением. Ехать по ней – одно удовольствие. К слову, у жителей нашего города есть свои предположения, какими должны быть велодорожки в Гродно. Они широкие должны быть. Потому что, да, у нас велосипедисты знакомые часто ездят, где-то очень неудобно. А велосипед едет, и на один велосипед не больше. А ручки еще торчат дальше за велосипедную дорожку. Если нужны, то пусть будут шире. На один-два велосипеда можно. Должны сравнять бордюры хотя бы, для того, чтобы не приходилось поднимать переднее колесо. Такими, как сейчас, их делать нормально, ровный асфальт. Ну, ограничения для людей, для велосипедистов. То есть вы считаете, что такой разметки вполне достаточно? Вполне достаточно, я считаю. Если люди будут уважать велосипедистов, то этого достаточно. Большими? Ну, так, примерно вот как вот эта. Дорога просто потому, что ездишь на велике, тебе не хватает дорожек, из-за этого приходится по дороге ехать. Мне, как пешеходу, велосипедисты никак не мешают. Иногда я сам сажусь на велосипед. Так что я доволен, что у нас так сделано очень даже хорошо, как в западных странах. Ну, конечно, как их сейчас разметили тоже, уже удобнее. Видно, где велосипедистам можно ехать и пешеходам. А так, хотелось бы, может, чтобы отдельно дорожки были. Во-первых, асфальт, асфальтированный раз. Дальше я считаю, что так, чтобы не мешало ни проезжим, ни автомобилистам. Но еще я даже знаю, что там на Меловые горы планируется опустить дорожку такую специальную, километров. Я не знаю, в моем понятии 35 даже я слышал такое, чтобы ездить. Я считаю, что мы идем в Европу, если мы это так делаем. Находились и те, кто к вопросу о велодорожках затронул целую тему. Я все детство провел на велосипеде, но в старые добрые советские времена нас учили правилам дорожного движения. Мы ездили по проезжей части, соблюдая правила, и проблем с этим не возникало. Я так понимаю, что возникшие проблемы с велосипедистами на проезжей части исключительно из-за отсутствия культуры вождения велосипеда. Соответственно, этой культуры, как правило, не хватает и на тротуарах. Опытные велосипедисты ведут себя предельно корректно и никогда не позволят себе ни наехать на пешехода, ни создать какие-то проблемы. Мнения разные, но большинство сводится к тому, что велодорожки должны быть шире, и городским властям следует к этому прислушаться. Касательно искусственных разделителей, такой практики в европейских странах нет. Большинство велодорожек там отмечены лишь разметкой, но этого достаточно. У нас же пока открытым остается вопрос о культуре поведения пешеходов, которые, не замечая велосипедной разметки, шагают прямо по велодорожкам. Да и многие автомобилисты паркуются впритык к дорожкам, занимая почти половину и без того узкого пространства. Надеемся, что в скором времени правильных велодорожек в нашем городе станет больше, а недовольства велосипедистов меньше. Наталья Иваченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.